Привет, интернет! Это по-настоящему горячая новинка, которая прям в своем названии кричит о том, насколько она горяча. Infinix Hot 30. В точности, как я. Ведь мне тоже около 30, и я довольно-таки hot. Современный, технологичный, красивый, а самое главное, бюджетный смартфон. Версия с 4 гигабайтами оперативной памяти обойдется вам в 12 косарей, а версия с 8 гигабайтами оперативки обойдется в 14 косарей. Объем внутренней памяти в обоих вариантах будет на 128 гигабайт. Еще есть версия на 256 и 8 гигабайт оперативки, но вот в наличии ее я пока нигде не нашел. Есть слот под microSD, так что память можно увеличить аж до 2 терабайт. Оперативку, кстати, тоже можно бустануть аж до 16 гигов. Hot 30 поставляется в стандартной для данного сегмента комплектации, сам смартфон с уже наклеенной защитной пленкой, респект за это, с чехлом, всегда приятно, когда он есть, а также с зарядным устройством на 33 ватта и иголочкой. Смартфон выпускается в трех цветах, Surfing Green, Sonic White и тот, что у меня Racing Black, или проще говоря, зеленый, белый и черный. Он чуть длиннее и толще Infinix Note 12 2023, обзор на который уже есть на канале. За счет этого диагонали увеличилось уже 6,78 дюймов, но зато вес при этом остался таким же, как у Note 12, всего 196 граммов. На лицевой стороне у нас находится глазок фронтальной камеры, отлично, что он не в виде каплевидной брови, которая обычно свойственна смартфонам в бюджетном сегменте. На боковой грани качель регулировки громкости, кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальцев. Сканер, кстати, очень шустрый. Справа слот под две наносим-карты и microSD до 2TB. Снизу прорези основного динамика, разъем USB Type-C, микрофон, а также 3,5-миллиметровый мини-джек для подключения проводных наушников. Блок с камерами на задней панели выглядит вот таким вот образом. Когда я впервые их увидел, у меня прожилки затряслись, напомнило страшилку из детства. Не потому что с камерами что-то не так, а потому что реально похож на него. У Infinix Hot 30 очень залипательная задняя панель. Реально можно залипнуть, рассматривая все эти прикольные переливающиеся полоски, но и заляпать его тоже очень легко, особенно черную версию. Поэтому чехол must have. Как и другие модели Infinix, Hot 30 имеет отличную сборку, без скрипов и, как бы это сказать, хлюпкости, что ли. Несмотря на то, что весь смартфон сделан из пластика. Тут заявлена защита по стандарту IP53, так что это значит, что пыль все-таки может попасть в устройство, но никак не навредит ему. А вот вода может попадать на устройство только в виде брызг, и то под углом только 60 градусов. Так что если будете использовать его под дождиком, не забудьте взять с собой транспортир. Транспортир, надо же, впервые со школ пригодилось. Из-за того, что тут IPS-матрица, а не AMOLED, цвета на нем не такие насыщенные, как хотелось бы. Но учтем, что это в первую очередь бюджетный смартфон, да еще и с 90 герцами, Full HD+, дисплеем. У меня в офисе на ноутбуке герцовка меньше, так что дисплей тут мы скорее хвалим. 90 герц отлично отрабатывают на все бабки, картинка очень плавная. Кроме того, IPS-матрица радует своей яркостью, все отлично видно даже в солнечную погоду. Смотреть видео на нем сплошное удовольствие, так как плюсом ко всему еще тут есть стереозвук. Да, вы не ослышались, в Infinix Hot 32 стереодинамика. Так что все эти видео из ТикТока, в которых говорится, что только владельцы айфонов могут повернуть телефон на 90 градусов и получить реальное удовольствие от картинки, выкусите. Теперь я со своим Infinix тоже так могу кайфовать. Заглянем внутрь этого красавца. В нем установлен игровой восьмиядерный процессор Mediatek Helio G88, 6 ядер с частотой 1,8 ГГц и 2 ядра на 2 ГГц. 128 ГБ встроенной памяти можно расширить до 2 ТБ, а также 8 ГБ оперативки, которую можно увеличить до 16 всего одним нажатием. Смартфон, к сожалению, все еще не поддерживает 5G, но мы держим кулачки и надеемся, что Infinix его завезут и стоимость поднимать не будут. На борту шустрый Wi-Fi модуль пятого поколения с поддержкой 2,4 и 5 ГГц, а также есть поддержка NFC. В Geekbench 6 Hot 30 выдает 423 балла в одноядерном зачете и 1351 балл в мультиядерном тесте. Antutu показал 269 657 баллов, при этом официально на сайте производителя заявлено 253 тысячи, так что разница приятно удивила. CPU Throttling Test на 15 и 30 минут выдают такие графики, что все-таки говорят о наличии просадок в работе процессора, хотя в реальности это никак не мешало нашему игровому процессу даже в полуторачасовой сессии. Во время синтетических тестов данные из CPU-Z говорят, что смартфон нагревался всего до 41 градуса. Перейдем к камере. У фронталки на 8 Мп есть собственная вспышка, теперь селфи должны стать еще лучше. Основная камера на 50 Мп имеет ночной режим съемки SuperNight. Достойна ли эта камера? Скорее да, чем нет. Видео она снимает в 720, в 1080 и 1440p, правда все в 30 фпс. Поэтому не рассчитывайте снимать профессиональное кино на него, зато если вдруг увидите NLO, у вас под рукой будет всегда девайс, способный наконец-то детализированно заснять неопознанный летающий объект. А еще здесь есть режим пленка. Он позволит использовать предустановленные шаблоны для создания стильных роликов с прикольными динамическими переходами в реальном времени без использования сторонних приложений. Их не так много, всего 10 шаблонов, но для того, чтобы почувствовать себя клипмейкером, точно хватит. С фото здесь все неплохо, насыщенные и сочные цвета, прекрасная детализация, иногда в солнечную погоду бывают проблемы с экспозицией, но зато дома, вечерком, после работы. Есть еще AR-съемка, что-то вроде Анимоджи. Можно создать свой аватар или выбрать его из предложенных вариантов. Баловство, как по мне. Окей, слышал уже ваши вопросы. А как играть-то? Что по играм? Можно ли играть? Не просто можно, а нужно. Infinix Hot 30 не просто так обладает игровым процессором и целыми 16 гигабайтами оперативки. С бустом, разумеется. Играть очень приятно. На высоких настройках в том же PUBG с первого раза залетели и покрошили сервер, сделав кучу фрагов. Конечно, если снизить до низких, то нам удастся повысить желаемый FPS. Да, в принципе, любой мобильный шутер на средних настройках доставит вам массу удовольствия от игрового процесса. Будь то Call of Duty или Stand Off 2. А если еще в такие моменты вспомнить, что это стоило вам всего 14к, удовольствие на все 100 просто. Была небольшая надежда, что Genshin Impact выдаст какие-то другие показатели по сравнению с Note 12 2023, но, к сожалению, все так же. Если играть, то только на минимальных настройках графики и получите 30 FPS. Но опять же, если вспомнить, что все это дело вам стоило 14 тысяч, то сразу как-то полегче переносишь такой фреймрейт. В процессе игры горячая тридцатка становилась чуть горячее, но в целом по части чрезмерного нагрева устройства нареканий нет. Заряд батареи в играх держится отлично, но оно и понятно, здесь ведь аккумулятор на 5000 мАч, ее с запасом хватит на целый день активного использования. В комплекте, кстати, идет зарядка на 33 Вт, блок питания, который зарядит смартфон от 0 до 100% всего за 1 час 15 минут. А еще в голову пришла такая мысль, раз уж у нас большинство смартфонов и других девайсов заряжаются от одного типа зарядки, и учитывая их количество, я уверен, что у вас, как и у меня, просто куча этих блоков и проводов везде постоянно валяется. Так вот, может производители начнут вместо этих зарядок в комплект класть наушники, например, какие-нибудь беспроводные. Вот это было бы круто на самом деле. В машину бросил, по сумкам раскидал, в каждую куртку закинул, потерял ухо и не паришься вообще, потому что везде есть запасные. Ну, кайф, а? Может, петицию подпишем? Работает вся эта прелесть на базе Android 13 с предустановленной фирменной для Infinix XOS 12 6.0. По-прежнему нет никакой вшитой рекламы, это мы одобряем. Полная сертификация Google, из коробки предустановлены абсолютно все его сервисы. Из интересного есть YoPaty. Это приложение позволяет включать одновременно воспроизведение одного трека сразу на шести смартфонах. Функция длинного скриншота имеется. При помощи трех пальцев можно сделать скриншот всей страницы сайта. Что ж, давайте подведем итоги после всего услышанного. Ну и посчитаем плюсы и минусы, загибайте пальчики. Плюсом я бы отнес, безусловно, цену, цену и еще раз цену. Это действительно жирнющий плюс, спасибо за него Infinix. Также дисплей 6,78 дюймов, 90 герц, Full HD+, прост кайф. 16 гигабайт оперативки, емкий аккумулятор, которого хватит на 45 часов звонков, 30 часов просмотра видео и почти 10 часов в любимых играх. Ну а также красивый дизайн. Из минусов я бы отметил то, что нет полноценной влагозащиты, нельзя все-таки его макнуть в воду. Не очень насыщенные цвета из-за IPS-матрицы и почему-то периодически тускнеет экран даже при выключенной адаптивной яркости. Ну и, конечно же, очень маркий корпус. Без чехла я его носить не могу, а в чехле я не люблю носить смартфоны. Все-таки ощущения немного не те. Итак, приговор тысяч. Infinix Hot 30 признать виновным в чрезмерной доступности из-за его цены, в красивом дизайне и довольно-таки продолжительном времени автономной работы от одного заряда батареи. Красивый, недорогой смартфон, который с легкостью справится с повседневными задачами и даже чуточку больше. Ну а у меня на этом все. Пойду искать смартфон, с которым можно окунуться в бассейн. Вы же ставьте лайки, прожимайте колокольчики. Не забывайте заглядывать в описание, там есть куча полезных ссылок, в том числе и на наши социальные сети. Порекомендую сегодня наш телеграм-аккаунт и группу ВКонтакте. Покеда!